Всем привет, меня зовут Эд и вы на канале Проект Магнит. Три независимых друг от друга истории, объединенные в этом ролике, расскажут вам о том, как люди в разных ситуациях умудрились напомнить человечеству, что значит любовь к животным, к семье и совершенно незнакомым людям. Этот парень из Нью-Йорка, выросший на улице, знает не понаслышке о вредоносном влиянии уличной среды, которая каждый день забирает кучу жизней, в том числе и детских. Ангел Санчес, находясь на самом дне жизни, сумел найти отдушину в виде танцев. «Танцы спасали меня в самых сложных ситуациях», вспоминает парень. «Когда-то они сохранили мою жизнь и теперь я просто обязан спасать других», говорит он. Ангел Санчес набирает танцевальные группы из бездомных ребят и учит их искусству, которое является чем-то большим, чем танец. Одновременно он прививает детям здоровый образ жизни, увлекает полезным занятием, а заодно и учит зарабатывать честным способом, выступая в вагонах метро и улицах. «Ведь всё лучше, чем толкать наркоту», говорит Санчес. «Ведь именно таких детей часто и используют преступники, так как мальцы не несут никакой уголовной ответственности». Постепенно дело Ангела Санчеса начало давать свои плоды, и к нему потянулись ребята. И молва о нём распространилась на всю страну и, как вы видите, вышла за её пределы. Многие из нас жалуются на то, что нам не хватает каких-то удобств, что якобы условия не позволяют начать воплощать задуманное. Но посмотрите на них. Они не ищут крутых танцевальных студий, они берут то, что есть под рукой и тренируются прямо в метро. И проводя параллель со своей жизнью, нам есть чему поучиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В январе 2015 года в одном из госпиталей Хьюстона лежал 27-летний Джордж Пекеринг-младший. В столь раннем возрасте у него случился инсульт, и он впал в кому. Спустя несколько месяцев врачи заявили, что мозг парня мёртвый, мол, пора уже его отключать. Отец парня сразу же напрочь отказался дать на это разрешение. Он потерял контроль над собой, кричал и выбрасывал в адрес медиков слова с угрозами, вследствие чего его приняли недееспособным в принятии столь важного решения, ссылаясь на то, что у него шоковое состояние, и он невменяем. И пока Джорджа Старшего успокаивали полицейские, врачи вели диалог с матерью пострадавшего. И всё то время, пока отец парня ждал дня, когда его мальчика отключат от аппарата, его не покидало странное чувство, что его сын жив. Он напрочь отказывался верить в его смерть, и в момент, когда врачи пошли в сторону сына, чтобы отключить того от аппарата искусственного жизнеобеспечения, он достал пистолет и пригрозил, что убьёт любого, кто попытается приблизиться к его сыну. Здание было отцеплено. Спецназовцы были тут как тут и ожидали приказа к штурму. С Джорджем Старшим активно велись переговоры. Полицейские уговаривали его опустить оружие, но он был непреклонен. Он кричал, что это страшная ошибка. Три часа он не двигался с места, сильно сжав руку сына. Он умолял того проснуться и доказать всем, что он жив. И вы не поверите, его сын трижды сжал руку отца и открыл глаза. Благо, свидетелей было куча, включая и врачей. Позже они признали, что были неправы и пообещали сделать всё возможное для его сына. Тогда Джордж опустил пистолет и с облегчением сдался полиции. Его посадили на 11 месяцев за угрозы и попытку вооруженного нападения. Но он нисколько не сожалеет. Ведь его сын жив, и это главное. Вот такой вот необычный поступок совершил этот героический отец. Этого китайского бизнесмена зовут Ванг Ян. Ему повезло стать одним из тех, кому невероятный рост китайской экономики помог поднять собственное дело и неплохо заработать. Но то, как он распорядился своими деньгами и привлекло наше внимание. В 2012 году он потерял любимую собаку. Она просто пропала. Он долго её искал, объездил все приюты в округе, пока наконец не решил заглянуть на собачью скотобойню. Да, друзья, есть ещё в Китае места, где люди до сих пор едят собак. Хотя современное общество всё больше отказывается от этого сомнительного лакомства. Увиденное, мягко говоря, вергло его в ужас. Тысячи собак ждали своей неминуемой участи, и ничто не могло их спасти. Кроме Яна. И несмотря на то, что он так и не нашёл свою собаку, он счёл произошедшее знаком, так как верил, что ничто не делается просто так. Всё для чего-то. За считанные дни, как пишут СМИ, на все свои сбережения он купил скотобойню, переплатив за неё бешеные деньги. Только так хозяин согласился продать это ужасное место вместе с двумя тысячами собак. Теперь бывшая скотобойня является приютом для собак, где животных не убивают, а спасают. Китаец до сих пор продолжает заниматься бизнесом и самостоятельно финансирует свой приют, отклоняя все предложения по сбору средств. Комментирует он это тем, что не хочет утружать людей и наживаться на их доброте. Если и принимает помощь, то только в виде еды, которую люди приносят для собак. Согласитесь, что это просто великий человек. Ну что, друзья, какая из историй понравилась вам больше? И делали ли вы сами что-то подобное? Какой из самых ярких поступков из собственной жизни вы можете припомнить и поделиться с нами? Жду в комментариях. До скорого!